здравствуйте здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на своем канале меня зовут софия и я очень порозависимый человек друзья если вы еще не подписались многие не подписались я вижу друзья подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы мы с вами не потерялись этих просторах интернета и если вам понравится видео ставьте лайк пожалуйста это очень приятно я радуюсь каждому лайку я не избалованный человек в этом смысле ну если дизлайк так дизлайк что уж и такие бывают случаи ну и конечно как всегда я рада вас видеть у себя в комментариях друзья март март хотела бы об этом с вами поговорить ну конечно будут флаконы куда уж без них но март это не просто начало долгожданной весны это не просто окончание ну честно говоря надоевший тяжелый какой-то изнурительные зимы и формально весна по факту еще зима не закончилась сил мало осталось и требуется обновление какое-то требуется перезагрузка что ли какая-то в общем мне очень нужна весна причем весна настоящая мне очень нужны силы но и при этом есть некий как мне кажется точнее так и нам как мне иногда окажется некий кризис жанра да сейчас буду объяснять все друзья ну во первых во первых но убай это уже принятое решение с 1 марта сегодняшнего дня вот я записываю 1 марта это видео с 1 марта я месяц ничего не покупаю люди которые не не в теме они скажут господи вот беда то но в это друзья в это друзья понимается что ахаха экстремалка я хочу попробовать и давно со мной такого не было и я осознанно делаю этот шаг по многим причинам причем об этих причинах в том числе хочу поговорить условия моего но убай следующие я ничего не покупаю единственное что я не буду отказываться от подписки коробочки душу около 2000 1900 стоит коробка в месяц в общем она когда-то там придет и я когда-то там за нее заполочу и возможно уже получил в конце следующего месяца в общем посмотрим это единственное отступление но просто чтобы не отказываться от подписки вот я могу нарушить и хотя я постараюсь этого не делать я могу нарушить только если я увижу остаток во флаконе по какой-то сногсшибательной цене но если я куплю все-таки остаток во флаконе отсчет идет с того дня с дня покупки то есть все мои подвиги обнуляются если таковые будут но я настроена не покупать и вот собственно почему причин много первая причина я хочу уделять время парфюмом который у меня есть большому количеству парфюмов которые у меня есть я планировала снять видео которое сейчас очень популярно на ю тубе парфюмы которыми я пользовалась зимой и я честно говоря пока не собралась почему ну да потому что все мои планы они не реализовались все планы на зимние парфюмы все то что обычно вот как-то было зимой все не случилось это неплохо и нехорошо это так а почему собственно да потому что я приобретала новые парфюмы и пользовался ими потому что у меня были слепые за тесты и мне нужно было разносить парфюмы ну то есть короче говоря реальность такова что у нас определенное количество дней в месяц и у нас определенное количество часов в течение дня и нормальной реальной жизни я не могу пользоваться десятью парфюмами и поэтому естественно естественно меня просто не хватило на какие-то парфюмы это раз во вторых я не считаю для себя опять же не не на чью территорию не хочу заходить но я не считаю для себя правильным пользоваться парфюмом каким-то один раз в год или один раз в полтора года но ситуация идет к тому что реальность такова что парфюмы можно воспользоваться раз в году раз в полтора года раза в два года я этого не очень хочу особенно если я говорю о парфюмах любимых это значит что все-таки я должна вот этим парфюмам подарить какое-то свое время и свое внимание на первый пункт второй пункт я все-таки категорически не считаю себя коллекционером и здесь я чувствую некую некий соблазн вступить вот на эту тропу коллекционирования я понимаю что канал меня к этому подталкивает я не открою америки если я скажу что блогер чтобы получить внимание зрителей должен показывать новые парфюмы и новые новые и распаковки и покупки и то и другое и третье и и блогер находится вот в плену этого сценария и кажется что да если я в течение какого-то времени не куплю не покажу это что-то не то со мной что-то не то с каналом канал неуспешный и не развивается и так далее и когда я это понимаю у меня сразу наступает отторжение я не хочу долженствование я не хочу чтобы что-то надо мной давлело какие-то обязательства по отношению к флаконам к каналу к одному ко второму к третьему я не хочу зависимости мне это не нравится например вот пример приведу почему я не курю потому что однажды мы как-то там баловалась пробовала и и в какой-то момент я понимаю что что-то мне хочется что-то меня вот беспокоит и когда я поняла что мне хочется закурить в этот момент эта история для меня закончилась я подумала что не может какая-то там сигарета руководить моими поступками и диктовать мне чего я хочу и чего я не хочу не может мне мой канал диктовать чего мне делать и чего мне не делать я руководитель канала а не наоборот это вовсе не значит что покупок не будет не в марте но когда-то это вовсе не значит что канал загнется я ничего не буду показывать это значит что я буду освещать свою жизнь свою жизнь и свои парфюмы и если я буду пользоваться парфюмами более вдумчиво ну слушайте у меня их не даже не 100 даже не 150 я хочу пользоваться ими более вдумчиво я хочу ими наслаждаться это был пункт 2 пункт 3 финансы финансы я живу в российской федерации у меня сейчас две работы в какой-то момент у меня будет одна работа я покупаю парфюмы на свои заработанные деньги и я посмотрела на тетрад и которые у меня были за последние месяцы и у меня два основных пункта это парфюмы и благотворительность в пользу животных я бесконечно благодарна своим подписчикам которые стали помогать мне помогать помогать животным помогать спасать животных но даже если я получаю помощь от подписчиков я не трачу меньше на этих животных на тех на других на операции на корм и так далее я понимаю что мой бюджет он начал задавать мне вопросы я понимаю что если существует какой-нибудь выбор между собаками даже теми которых я никогда не видела и флаконом я выберу собак они флакон это даже не обсуждается и поэтому нужно вот всю эту совокупность ощущений фактов мыслей превратить вот в этот март март осознанного такого месяца осознанного отказа от покупок ну посмотрим друзья посмотрим так или иначе я очень хочу чтоб канал развивался я очень хочу что количество подписчиков росло я очень радуюсь этому правда и я буду рада вашим каким-то подсказкам предложениям и так далее я всегда вы знаете вот те кто давно подписан опять же с кем я общаюсь в комментариях друзья вы знаете что я открыто к диалогу я готова обсуждать вот это это вот это было такое долгое введение теперь я хотела бы показать вам флаконы которые появились у меня недавно у меня появилось большое количество флаконов у меня появилось большое количество отливантов к моему невероятному количеству отливантов и я как и обещала полезу в дебри сделаю рубрику рубрику обещанную отливантов и пробирочная и буду рассказывать обо всех своих многочисленных пробирках отливантов и так далее от которых я хотела бы потихонечку избавляться в том смысле что пользоваться ими в том числе да если что-то стоит но тоже наверно надо прощаться с этим вот с этим добром совсем но но парфюмы то за февраль приходили я хочу сказать все подозревала что у меня может случиться такая истерика и марта на пороге давай быстрее покупай по факту я все купила примерно к 15 февраля из 15 февраля ну плюс-минус там несколько дней я уже ничего не покупаю да то есть у меня фактически уже какой-то период отказа другое дело что я что-то купила пока оно дошло и пришло вот совсем недавно чем обо всем по порядку друзьям во всем по порядку слепые за тесты слепые за тесты прекрасные они знакомят меня с парфюмерии они открывают для меня совершенно новое что-то я не могу считать себя снова то есть я уговариваю сама себя что я не смог я не смог и поэтому я вне марок вне каких-то пафосных имен и так далее так далее и в этом смысле слепые за тесты прекрасная борьба со снобизмом и возможность влюбиться в парфюмы которую которых даже примерно на горизонте не было и я бесконечно благодарна моей парфюмерные подруги юлию или парфюмерной истории которая прислала мне на слепой за тест парфюмы которые мне очень понравились и вот обстоятельства далее складывались таким образом что юля как раз те парфюмы которые мне понравились больше всего она как раз хотела с ними попрощаться и друзья мои я принимаю поздравления я заполучила два флакона из эксклюзивной линейки самаром вот две таких красоты первое это сахарин сахарин вот такой вот красавчик красавчик парфюм который я на слепом за тесте услышала немножко иначе но он победил меня своим оптимизмом он победил меня своим своим каким-то настроем свежестью какой-то ритмичностью да вот как будто этот парфюм есть элемент какой-то музыкальной пьесы очень ритмичный парфюм который играет который имеет сюжет но но во время слепого за теста я не распознала главную ноту этого парфюма а именно я не распознала не роли мне показалось что этот цитрусовый старт мне показалось что это что-то там бергамот я не помню в как какие были формулировки но в общем я эту ноту не распознала и не назвала и друзья это как раз там но то которая меня восхищает просто я никогда не думала что я фанат не роли ну то есть мне нравились или не нравились какие-то парфюмы и нота не роли в общем она проходила как-то так бачком бачком но а здесь не роли сказочные я сейчас пользуюсь отливантом я беру с собой на работу и дальше у меня там еще пара пара тройка отливантов в общем первые половины дня это например ланком . привет тебе в петербург а вторая половина и уже там ближе к вечеру когда уже силы заканчиваются нужно как-то встряхнуться это вот этот вот сахарин великолепный причем причем довольно резкий старт все-таки вот этот неролевый прочищающий пазухи старт потом превращается что-то мягкое сливочное очень нежное хотя ну наверное я не помню он возможно унисекс ну предположительно а унисекс шикарно шикарно мне очень нравится я в жизни бы не могла подумать что мне это понравится хотя последнее время были какие-то знаете как будто знаки везде 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 видела рассказы про сахарин кто-то продавал я подумала что нет я не знаю но это очень интересно я счастлива что это у меня этот парфюм у меня следующий jump suit это же у нас комбинезон комбинезон как я не знала что есть парфюм комбинезон когда однажды юля сказал что вот она ждет комбинезон или что у нее по и появился комбинезон я заволновалась потому что я в принципе люблю комбинезон мне не очень нравится я очень хотела послушать а потом я забыла просто и когда он мне понравился и когда я узнала что это он и когда я узнал что опять же юля планирует ним расставаться еще для него новый дом я поняла что нет 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 он должен быть моим я написал юля 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 вот 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 мне нужна и вот эта вот комбинация юля мне ответила ты уверена я была абсолютно уверена причем причем вот подойди ко мне года три назад дай мне года три назад послушать этот парфюм я не уверена что я была бы мочевым то есть он он бы мне понравился вот этой любви мне кажется не случилось бы потому что мне хотелось чего-то более унисексового мне хотелось чего-то более строгого с ладаном с деревом медитативного такого сякого но не этого царства цветущего сада и боже мой какая же здесь красота можно раскладывать на ноты и тогда прислушавшись подумав проанализировав можно увидеть всю пирамиду вот где-то здесь она будет можно увидеть всю пирамиду почувствовать всю пирамиду а можно этого не делать и я сейчас стараюсь этого не делать ты просто входишь вот в этот цветущий сад ты просто входишь вот в это Райское какое-то облако, очень оптимистичное, очень свободное и очень чувственное, и дальше ты вот в этом облаке просто живёшь. Чем ещё прекрасны эти парфюмы, что выдаёт, конечно, такую мастерскую школу, что оба эти парфюмы, они с сюжетом, постоянно-постоянно что-то меняется, что-то развивается, и когда парфюмы доходят до базы, эта база не может не восхищать, здесь вот просто божественно, просто божественно. Есть небольшое НО. Дорогая Юлечка прислала мне от Левант, Миколи Фройл Маска, и говорит, мне очень интересно, что ты скажешь про этот парфюм, и тут я понимаю, что мне требуется ещё какое-то время, чтобы мой нос и носомозг всё-таки пришли в себя после инфекции, после ковида. Здесь надо опять же сказать, что, конечно, эта инфекция нанесла большой удар по моему здоровью, и, возможно, мне потребуются финансы, в том числе, на то, чтобы это здоровье восстанавливать. И какие-то изменения в обонянии, это, знаете, это вообще детский лепет, с этим можно жить, и беды большой нет. В конце концов, у меня нет Анасмеи. Короче говоря, первый раз, когда я послушала этот великолепный, красивый мускус, я ничего не услышала. Второй раз я услышала где-то минут через 10 в развитии, то есть верхние ноты мимо, и дальше в развитии, я прошу прощения, уже кое-кто уснул, да, какие-то собаки спят. В развитии уже появляется что-то, и я дальше слышу. И то, что я слышу, мне очень нравится. Сейчас я слышу старт. Я понимаю, что это красивый мускус, но я подозреваю, что пока я считываю не всё. Я хочу этим пользоваться, и я даже имею некоторые опасения, что когда я всё услышу, я могу и влюбиться в этот парфюм, то, что я слышу через 15-20-30 минут, мне очень нравится. Но пока я побуду в сторонке, и пока я трогать, наверное, этот левант не буду, какое-то время, по крайней мере. Ну, дам себе ещё, не знаю, 2-3 недели, может быть, месяц. Посмотрим, друзья, посмотрим. И ещё хотела показать одно из своё приобретения, и это снова Prada. Это снова Prada. Это вот уже третий флакон. Сначала я купила мандарин, потом я купила fleur d'orange, и потом, я не устояла, я купила... Господи, ирис, ирис. Все три случая этих прорезошли со мной на сайте Makeup, и все три флакона стоили ровно половину своей цены, потому что это тестеры. В этом никакой беды я не вижу абсолютно. За полную стоимость, ну, я не купила бы их за полную стоимость. А так 50% за 100 миллилитров, ну, даже не обсуждается. При этом, опять же, когда флакон пришёл, он был, ну, пардон, мимо, я не слышала вообще ничего. Ну, опять же, там, после холода, после долгой поездки, да. С мандарином и с fleur d'orange такого не было. Но потом, потом, конечно, этот ирис раскрылся такой нежностью, такой сливочностью. Это, не знаю, царь, король, кто там, нюдовых парфюмов, телесных парфюмов. Парфюмов, которые не должны быть для кого-то. Это твоё собственное наслаждение. Это твой собственный уход за своим телом, за своим, не знаю, настроением. Нежно, сливочно, а при этом, при этом, тут есть, знаете, какая-то полифоничность во всех этих историях, потому что в мандарине есть нота fleur d'orange и нироли, в fleur d'orange есть нота нироли, но мандарина нет, а здесь есть и мандарин, и нироли. То есть это вот какая-то взаимодополняемая, взаимогармонизирующая история, какой-то взаимодополняющий сюжет. Я, причём я больше всего сомневалась в покупке ириса, потому что мне казалось, что ну вот с ирисом уже мне всё понятно, и дальше продолжать не будем. Нет ничего подобного, друзья. Нравится очень, но именно нравится в таком формате поливательным, но для себя, для дома скорее, да, ну или каких-то таких незначимых походов, но значимых для себя, ну я не знаю, там, например, можно к стоматологу отправиться в этом парфюме, это будет изумительно. Либо на такую встречу, где не, боже мой, да, не никакого за тобой шлейфа не должно быть, всё должно быть скромно, ну бывают такие, да, мероприятия какие-то. Вот абсолютно идеальный, идеальный случай, идеальный парфюм. Друзья, вот на этом всё. Я обещаю вам, что я буду делиться своими страданиями, ну как страданиями, страданиями в кавычках. Мы взрослые люди, мы понимаем, что мы прошли через очень многие испытания, через большое количество неприятностей и трагедий и всего такого, на фоне чего не покупка флакона, ровно ничего не значит. Это мелочь. Ну то есть можно, конечно, подраматизировать, сказать, о боже, я испытываю волнение, мои ручки тянутся куда-то, мои ручки тянутся. Мне постоянно приходят уведомления с аккаунтов в инстаграм, там барахолка, где всё продают прекрасное, замечательное. Но я отшу себя в руках. Друзья, прошёл первый день, всё хорошо, в Багдаде всё спокойно. Посмотрим, что будет дальше. Вот, друзья, я вас обнимаю. Я надеюсь, что у вас будет март бурный, весёлый, задорный. И март вас будет радовать новыми флаконами. А мы с вами прощаемся, друзья. Всего доброго, до свидания.